Сегодня у нас 23 марта, Март уже заканчивается, 2014 года я, Семен Розенберг, буду проводить сегодняшнее занятие. Во-первых, хочется рассказать несколько слов по поводу конференции в Москве. Вы знаете, что у нас должна была проходить 26 апреля конференция в Москве, русскоговорящая конференция, мы ее ждем 5 лет, этой конференции, и, наконец, она должна была произойти 26 апреля, но по политическим причинам, независимые от нас, форс-мажорные обстоятельства, эта конференция будет попозже, то есть она не отменяется, все остается в силе, но она будет попозже, когда немножко развеется туман, политический, когда немножко все станет на свое место, и мы надеемся, что это быстро произойдет, и будет назначена новая дата нашей конференции. Вот такое вот сообщение, такой вот нюанс в нашей работе, конечно, мы все планировали, планировали 26 апреля начать мощное продвижение нашего аксесса, но мы будем это делать уже не через очную конференцию, А, будем это делать, и будем, я повторю, да, я повторю, что я сказал, потому что, я еще раз повторю, что я сказал по поводу конференции, мы должны были 26 апреля проводить конференцию, но конференция переносится, она переносится, будет чуть позже эта конференция, в связи с политической обстановкой, вы знаете, Россия, там, Украина, Крым, там, непонятные какие-то вопросы решаются, вообще, мы, кто занимаемся бизнесом, для нас не должно быть политики, да, то есть мы вне политики, для нас деньги не любят политику, деньги не любят шум, а деньги любят спокойствие и тишину, да, там, где шум и балаган, деньги почему-то там не любят быть, да, не любят быть, и там сложно все, так сказать, организовывать, поэтому, пока, когда, пока все не наладится, да, я думаю, что это в ближайшее время отношения как-то там не определятся, да, между собой, вот, и я думаю, что все наладится, во всяком случае, есть хорошая новость, скажем, ну, не новость, вы знаете, что в Америке есть список стран, в которые американское правительство, скажем, не разрешает вести бизнес, и Россия и Украина, они в этот список стран не входят, и, надеюсь, не войдут, поэтому все нормально, то есть, если бы что-то было серьезное, если Россия была включена в список стран, и, конечно, нельзя было туда ехать и делать бизнес, а поскольку это не сделано, поэтому, просто временные какие-то там у них, временные, так сказать, вопросы они решают политически, ну, это их дело, они, Белоруссия, Белоруссия нормально, да, Белоруссия тоже не включена, не включена в такой список, да, там другие страны, то есть, это нормальные страны, в которых Америка надеется, что будет все в порядке, да, то есть, страны в развитии, все нормально, я думаю, что будет все нормально, то, что сегодня немножко так это похолодилось, в самом деле отношения между Россией и Америкой, это так, я думаю, просто временные какие-то, они решат эти вопросы, потому что, в общем-то, я думаю, что все будет нормально, поэтому наша конференция произойдет немножко позже, немножко позже, то есть, как только туман развеется, сразу будет назначена новая дата, поэтому мы с вами должны быть готовы всегда, всегда должны быть готовы, на нас это никак не должно влиять, мы должны делать свой бизнес, потому что нам надо жить всем, мы работаем в интернете, поэтому для нас это вообще нет границ, на самом деле, у нас нет границ в интернете, и мы можем работать, и у нас ожидаются очень большие дела, я сегодня о них скажу, да, у нас очень много всего, так сказать, ожидается, и вот, и поэтому не важно, не важно, что, что, так сказать, сегодня, конечно, конечно, хотелось бы пообщаться, хотелось бы, ну, поговорить так, с глазу на глаз, да, оно, конечно, всегда лучше, ну, ничего, ничего, пять лет так работали, и продолжаем пока так работать, тем более, что у нас очень хорошие дела развиваются, вы знаете, что мы за прошлый год сделали очень большой оборот в тринадцатом году, огромный оборот сделали, но должен вам сказать, что за три месяца этого года сделано столько, сколько сделано за один прошлый год, вот так вот развивается аксесс маркетинг, резко растет вперед, я вкратце скажу о нескольких продуктах, потому что, о чем идет речь, потому что тут есть новенькие, которые не знают вообще, о чем идет речь, поэтому я немножко скажу, а потом скажу главное, потом скажу главное, во-первых, я представлю фаундера, представлю хозяина компании, основателя компании, Стив Реннер, человек, который организовал эту компанию много лет назад, который является ее душой и сердцем этой компании, и человек, который ведет вперед эту компанию, и хочет ее вывести на очень высокие показатели. Чем занимается компания? Компания занимается рекламой. Это текстовая, реклама сайта, баннерная, мобильная, и последнее время, последний год примерно, компания взяла направление мобильное, мобильное, поскольку очень резко пошло вверх развитие андроидов, да, причем компания будет заниматься только андроидами пока, не айфонами, а только андроидами, поэтому я рекомендую приобретать андроиды, лично я все время только Самсунгом пользуюсь, я считаю, что это самый лучший телефон, мне кажется, он лучше, чем айфон, удобней, я уже его покупаю, четвертый, да, и компания тоже взяла направление на андроидов, и последнее, наши разработки, они все будут связаны с мобильными телефонами, ну, конечно, если с мобильным телефоном оно будет работать, то с компьютером однозначно, не все, что работает с компьютером, работает с мобильным, но все, что работает с мобильным, будет работать с компьютером, То есть у нас главное направление реклама, причем реклама, она доводится сегодня до сантиметра в квартиру, если раньше у нас было просто до страны доводилась реклама, то сегодня уже не только до страны, а до области, города и даже расстояния центра города, то есть можно приблизительно сказать километраж от центра города и реклама будет показываться. Причем вес поднимается, да? Вес поднимается. Наши продукты, ну это мой пока вот видимый продукт, любимый продукт, который мы сейчас используем. Вы хорошо меня слышите, сказали вот на десятку меня слышно. Я надеюсь, что все меня слышат на десятку. Если кто-то меня не слышит на десятку, поставьте, что не на десятку, на девятку. То есть звук отличный. И видимость такая же. И видимость такая же. И прекрасный продукт, да? Я сегодня скажу хорошие новости по этим всем продуктам. Он легко загружается, легко им пользоваться. Плюс в Webcast там продукт. Это мы будем пользоваться, можно будет здесь записывать видео, то есть это как бы приложение к этому продукту. Но он идет отдельным продуктом. Можно записывать видео, он как бы все предназначено к видео. Потому что последнее, так сказать, направление наше тоже взяты не просто мобильный телефон, не просто компьютеры, не просто реклама. А именно реклама через видео. Через видео. Потому что Стив Реннер говорит, что в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, люди, так как люди сейчас и газеты не хотят читать, так и сайты не хотят читать. Люди уже хотят слушать. Да, то есть человек хочет там удобно, где-то он там едет или там отдыхает где-то там. И он всунул себе наушники в уши и слушает. Да, он любит слушать и смотреть видео на своих таблетах. Ну, жизнь так идет, да? Жизнь так идет, что человек хочет жить легче, удобнее, красивее. И Стив Реннер говорит, что будущее это за видео. И поэтому сегодня вот разрабатываются такие целые программы, целые направления, именно видеонаправления. И рекламы наши будут, видеорекламы. Видеорекламы. Он говорит, что через какое-то время у нас на Ротаторе будут сплошные видео. Потому что люди уже как бы и сайты не хотят читать. Не хочется. Хотя многие еще и книги читают, и любят книги. Сайт Билдер. Да, это наш продукт, новый продукт. И он будет адаптирован не только на компьютеры, но и на мобильные телефоны. Аксесс Локал. Это продукт, на который любой бизнес может давать рекламу. Причем я вам скажу хорошую такую информацию, что, в общем-то, это один из, если вы помните тот список выхода наших продуктов. Если вы помните списки, которые были сделаны, и график ввода продуктов, то мы подходим к тому времени, когда эти продукты будут вводиться. Да, то есть мы как бы все ждали, как бы все были в процессе, в изучении. Но Стив Фрэнер уже объявил, что в апреле выйдет Вилокал, вот этот вот Аксесс Локал, он уже выйдет в апреле, выйдет его новая версия. Новая версия Вилокал. А эта версия, в общем-то, очень такая интересная, да, то есть она удобная, да, но просто ее просто поставить. Плюс она идет с картой, да, это очень важный момент. И много различных есть опций дополнительных. Поиск по словам, по фотографии, там, галереи можно поставить, видео, фото, там, описание, карты, купоны, листинки и так далее, да. То есть вот этот основной продукт выйдет уже в апреле месяце. То есть Стив Фрэнер объявил об этом. Ну, собственно говоря, он по графику идет, да, там практически никакой задержки. По Ючату, Ючату, по Ючату задержка 10 дней приблизительно идет. Ну, вы знаете, когда работают столько бригад программистов, значит, очень сейчас такая жаркая пора у них. Очень жаркая пора, и потому что, несмотря на то, что продукты вышли полгода назад, фактически, да, полгода назад вышли продукты, вот такой вот срок требуется для того, чтобы его, так сказать, отладить, наладить и дать возможность пользоваться каждому человеку. Причем Стив Фрэнер сказал, что первыми пользователями будут члены компании, да, то есть мы, мемберы, мы будем первыми пользователями, первые пользователи, которые будут использовать эти продукты. И в апреле месяце, естественно, будет запущен новый ритейл-план, план по продажам этих продуктов. Ну, в частности, вот, бизнес-листинг, да, бизнес-листинг и справочник, классифайт, да, это два первых продукта, которые выйдут в апреле по графику. Ну, и я думаю, что они должны, они должны навести немножко шороху, да, чуть-чуть такой шорох в интернете, потому что, ну, представьте себе, я просто себя вот так вот рассуждаю. Если я прихожу сегодня в любой бизнес, в любой бизнес, в любой магазин, и если я ему скажу, что вот хочешь в интернете разместить свою рекламу, чтобы тебе узнали люди в нашем городе и в нашем районе, ну, как он может сказать нет? Он не скажет нет. А деньги, за которые я предложу ему его купить, тоже смешные. И ту информацию, которую я ему покажу, что он может разместить сам, никому не обращаясь вообще, и оно будет во всех практически поисковых системах, да, и оно будет практически во всех социальных сетях можно будет найти. Ну, кто откажется? Ну, я не думаю, что кто-то откажется. Абсолютно. Бизнесы не откажутся разместить, да. Это не то, что, так сказать, что никому не нужно, скажем так, да. Это то, что работает, причем там с конкретной картой, да, как добраться, где его найти, со всеми его адресами, со всеми его, там, все, что там, с достоинствами. Я думаю, что никто не откажется. И деньги-то небольшие, но когда небольшие деньги, но много раз это получается хорошие деньги. Причем для нас это, собственно говоря, для нас это уже ничего не стоит, потому что мы уже хорошо знаем, как этим пользоваться. Ну, вы знаете, по скеджу, вы можете посмотреть, когда у нас выйдет ивент, да, ивент, но это будет чуть попозже. Вот два первых продукта, локал и справочник, выходят в апреле месяце уже для пользования. Для пользования, для конкретного потребителя. Я думаю, что эти два продукта, они, в общем-то, поднимут наш рейтинг очень сильно. Ну, а наш рейтинг, он, честно, связан с нашими же деньгами. Потому что мы с вами ежедневно зарабатываем от прибыли. И прибыль компании, она постоянно красной нитью проходит, как зависимость нашего заработка. Вы знаете, я ниже потом скажу, это и годовые премии, и квартальные. Воин суши, да, это у нас есть игра такая. Когда человек играет на этой игре, пользуется, он при этом зарабатывает реворды, да, зарабатывает какие-то деньги. Вы знаете, сейчас там реворды, они удвоены. И, собственно говоря, что это дает, да, некоторые могут задать вопрос, зачем это нужно? Опять-таки, за каждый клик в интернете, в нашей компании, неважно, чем человек пользуется, то ли продуктами, то ли поисковой системой, то ли играет в игру, да, за каждый клик в интернете рейтинг в нашей компании поднимается. Потому что так все построено, потому что все эти продукты, они едут на нашем поисковике. То есть представьте себе огромную телегу, которая называется «Наш поисковик», да, и все, что вы толкаете на этом поисковике, телега двигается. А если телега двигается, она зарабатывает деньги. А если она зарабатывает деньги, то мы все зарабатываем деньги. Вот так построена схема. То есть, казалось бы, человек делает себе рекламу в чем-то, а при этом все зарабатывают деньги. Вообще интересно сделано, да? Даже человек, говорит, я ничего не хочу, да, я просто буду в игру играть. Не хочу я вам помогать, чтобы вы зарабатывали, буду играть в игру. А мы при этом зарабатываем. Или человек, говорит, я там себе хочу там что-то заказать простое, да, а мы при этом все зарабатываем. Вот такая схема. Причем схема построена очень просто, да, очень просто. И на мой взгляд, вообще новый совершенно подход. Почему? Потому что каждый человек в компании зарабатывает деньги, кто что-то делает. И я вот скажу, как это будет. Давайте пройдем продукты, и я скажу, как это будет именно с заработком. UnionPay, значит, новая система перевода денег через UnionPay. Для многих стран это очень актуально. Тем более, что сегодня, когда в некоторых странах появляются проблемы с Visa и с MasterCard, это просто будет для них просто решение. Наш технологический офис находится в Силиконовой долине. Это главный офис. Да, у нас еще много мест, где работают люди, да, где работают люди. Ну вот главный офис находится в Силиконовой долине. И я думаю, что это очень представительно, да, это солидно. И отсюда выходят сегодня наши главные продукты. Отсюда, да, то есть главное, окончательное тестирование проходит в этом офисе. И вы видите схему направлений, да, это и реворды, это и маркетинговое направление, это и вывод денег, да, это и интернетное обслуживание, V-Webs, это и видео-вебкаст, о котором я говорил немножко раньше, это различные бизнес-сервисы и мобильные сервисы. То есть вот такие вот главные направления работы компании. Причем каждое направление – это целая такая глобальная глыба, да, глыба огромная. Но вот так вот примерно вот такие вот подразделения, да, причем можно каждое подразделение можно выделить в отдельные компании, в принципе. Но это все объединено под аксесс-маркетинг, под единой компанией. Ну, как я уже сказал, наше главное направление – это мобильные сервисы, мобильные. И мы в апреле месяце с вами увидим очень важный продукт, очень важный продукт для мобильного телефона, который называется «Ючат». «Ючат». Вот это я думаю, что сегодня, на мой взгляд, это самый главный продукт. Ну, хотя вообще-то все главные, все хорошие. И Стив Рейнер говорит, что что-то будет кроме «Ючата» еще. О чем он говорит? Это секрет пока. Но я думаю, что если уже «Ючат» выйдет, а «Ючат» задерживается всего на 10 дней, то есть он где-то должен выйти, где-то тоже к середине апреля. К середине апреля. Я думаю, что это очень хорошие цифры, да. Если такая команда людей, огромная команда в 100 человек, задерживается на 10 дней, это не страшно. То есть они по графику должны были сделать на 10 дней раньше. Сейчас Стив Рейнер объявил, что задержка будет на 10 дней от графика. Но это не страшно, это ничего. Хотя на самом деле мы все время работали, мы и не чувствовали то, что идет подготовка. Мы занимались делом, у нас все время дело. Мы все время что-то делаем, мы все время занимаемся, мы все время готовимся. Но я вам скажу то, что вот сейчас выйдет «Ючат», выйдет «Локал», «Вилокал», и выйдет «Справочник», и выйдет розничный, новый розничный план, продаж этого всего, да. Хотя «Ючат» он бесплатный. Вот представьте себе, человек получает его бесплатно, а мы все при этом, и компания, зарабатываем. Понимаете? Вот как вот так может быть, да? А в интернете это возможно. Да, в интернете это возможно. Это и есть вот эта вот синергия, да, синергия, как говорится. Вот все бесплатно, а в результате получаются, все пользуются бесплатно, а в результате получается огромная зарплата у многих людей, да. И все, в принципе, имеют возможность зарабатывать хорошие деньги в интернете. Мы будем об этом ниже говорить. Почему? Откуда? Очень просто. Все френы говорят, что «Ючатом» будут пользоваться, по его подсчетам, 50 миллионов человек. Вот представьте себе, да, вот 50 миллионов человек. Зачем 50? Да даже 2 миллиона человек пользуются чатом в интернете. И это концентрируется колоссальная сумма, да, колоссальный доход. Откуда? Реклама. Все из одного места. Реклама. Причем, если сегодня на рекламу тратится, сегодня, полтора триллиона долларов, это огромные деньги. Еще недавно это были, ну что тут, 200 миллионов, я помню, говорили цифру. 200 миллионов начинали. Сегодня полтора триллиона крутится. То есть, казалось бы, невероятная цифра. Вот почему нужно заниматься именно рекламой в интернете. Я думаю, это лучший продукт. Но представьте себе, Стиф Рен рассказал, что в ближайшие несколько лет будет 15 триллионов долларов. Представляете, рост какой ожидается? Не 10%, не 20%, не 100%, и не 200%, и не 300%, а тысячи процентов рост. Тысячи процентов. Вот представьте себе, вот сколько вы сейчас зарабатываете, и сделаете тысячи процентов рост себе. Это при том, что вы сегодня, что так сказать, еще думаете, поднять вам руку и не поднять, нажать на клавишу, не нажать. Потому что не все еще видят очевидность, да? Не все видят очевидность. Но уже больше людей видят очевидность этого дела и понимают, что интернет – это все-таки будущее. Огромная сила. Это огромная сила. Для некоторых это просто слова, вот я вот сейчас говорю, ну, сила и сила. Ну, огромная сила. Но на самом деле, это нужно просто прочувствовать, да? И процесс вот сейчас вот начинается, можете представить, что до сих пор фактически мы как бы игрались, да? Игрались в интернете. А серьезные дела, они в общем-то начинаются вот именно с вот этих вот розничных продаж будет, да? Когда вы сами продали, значит, вы ответственны, вы хотите или не хотите, вы вынуждены будете разобраться в этой рекламе. Понимаете, когда у человека взяли деньги за рекламу, тут уже вынуждены вы разобраться. А раз вы разобрались, значит, вы заработаете. То есть идет вот такая вот схема. То есть вы как бы продали сначала, да? Даже не знаючи ничего. Но раз вы продали, раз человек вам заплатил, значит, он скажет, ты мне сделай рекламу, а вы не знаете ничего, как делать рекламу. Тут вы идете спрашивать. Либо в спонсора, либо, значит, еще у кого-то, либо в саму компанию звоните. То есть вы вынуждены будете разобраться. То есть я говорю, что вы станете в ситуацию необходимости совершения действия. А какое действие? Действие заработать. Даже если вы не хотите. Но если вы ответственный человек, вы вынуждены будете это сделать. И я думаю, что Ючат это один из тех бизнесов или сервисов, который, ну, бесплатно. Бесплатно любой. Ну, в общем, попробуй бесплатно, да? Когда вы человеку предлагаете. Попробуй бесплатно. Ну, чего ему отказаться? Я думаю, что лучше, чем бесплатно, не бывает. Да? Потом уже там человек может, скажем, если там листинки, еще что-то там, 10 или 20 долларов, он еще может подумать. Да? Хотя это тоже не деньги сегодня для рекламы. Но здесь уже вообще думать не нужно. Абсолютно бесплатно. Причем, как я уже сказал, в апреле месяце наш отдых, как говорится, такой, закончится. Очень много всего нужно будет изучить, разобраться, нового. Ну, вообще в интернете каждый год-полтора что-то всегда будет новое. То есть, что-то выучили там на год. Знаете, разобрались, а через год опять все как бы по новой. Ну, такой, такой, такого жизнь, да? Такой бизнес. Аксесс-видео, как я уже сказал, все переходит к видео, поэтому компания вообще выделила отдельный продукт, который называется Аксесс-видео. Аксесс-видео. То есть, это что-то типа Ютуба, только наше. Да? То есть, представьте, все в одном месте. Новая концепция, да? То есть, все в одном месте. И все видео, и рекламы, и заработать, и продукты, и хостинг, ну, все, что нужно. И да мы, все, что вам нужно сделать, продвинуть свой бизнес, все в одном месте. Не то, что вы бегаете по разным компаниям, да? Все в одном месте. Вы его знаете, свой аккаунт, вам удобно, у вас уже все настроено, и не нужно бегать никуда. Тут вы создали себе тот чат, тут же в чат сбросили сразу там 100 человеком, или сколько у вас там группа видео, вы его тут же записали, тут же его сбросили, тут же дали информацию, и тут же при этом пошел обратный процесс. Я думаю, что идея правильная. Я думаю, что идея правильная. Да? Не узкая специализация, да? Узкая специализация. То есть вы в одно вы зашли, пароль забыли, там не помните, куда войти, как его перенести туда, не знаете, все, бизнес пропал, да? Все. Здесь у вас все в одном месте. Я думаю, что если вы подумаете, вы со мной согласитесь. И самое главное, что вы в этом же месте, за то, что вы этим же пользуетесь, вам за это еще и платят. Вы сами зарабатываете, вы сами себе платите, вы сами выбираете, сколько вы хотите получать. Я думаю, что идея очень хорошая, причем это не идея, это то, что сегодня работает. Вот вы видите график выхода, да? Ну, может быть, немножко мелко, потому что я его фотографировал. Но, во всяком случае, видно, да? Видно. Вот тут вот, скажем, первый, второй квартал 2014 года, а это третий, четвертый. Q это квартал. Да? Третий, четвертый квартал 2014 года. И вы увидите, что у нас выйдет в первом, втором квартале 2014 года, и что у нас выйдет во втором и третьем, третьем и четвертом квартале. То есть, очень много всего, да? Все запланировано, все, так сказать, почти по графику идет, да? Если какие-то там будут отклонения, представьте, что планировалось все год назад. То есть, нормально, если планируя год назад ошибиться, там, неделю, две, там, три, это не имеет значения. Абсолютно не имеет значения. Тем более, что мы не сидим на месте, наша главная задача это строить трафик. Я это всегда говорил, что вы не беспокойтесь за то, что делают программисты. За это нам беспокоиться не нужно. Они продуктов и всего наштампуют, да? Много всего будет. Наша задача строить трафик, трафик, чтобы было, чтобы был паровоз, телега должна быть, куда все это, так сказать, нагружать. Если у вас есть продукт и некуда его поставить, нет в телеге, так зачем это нужен продукт вам? Он вам не нужен. Да? Вы же сами не потащите все на себе. Это как, это реклама. Тут должен быть большой трафик. То есть, вы должны создать систему, при которой к вам будут приходить много-много-много разных людей, которым это будет интересно. Но вы должны запустить этот механизм. Если вы его никогда не запустите, то никогда под ним ничего не будет. Бизнес-модель. Тут, конечно, интересно идет, да? Бизнес-модель. Бизнес-модель. Это новая бизнес-модель. Да? Новая бизнес-модель. Я вообще называю новое начало аксесса. Новое начало. Да? Как бы начало новое. Совершенно новое. Почему? Потому что модель, как бы, плавно поменялась. Ну, есть разница. Ну, представьте, если когда-то, да, когда я начинал, работал один программист. И то образование у него, он был гениальный, но без высшего образования. Да? Один программист, без высшего образования, самоучка такой, знаете? Ундеркинд такой. А сегодня работает 100 инженеров в компании. Понятно, что все поменялось. Причем, инженеры, ни одного нету, чтобы без высшего образования. Все высшего класса. Инженеры, да? Все высшего класса. Не просто высшее образование. Это люди, которые имеют опыт работы Google, Yahoo, Яндекс, то есть, самых ведущих компаний. Понятно, что невозможно это сравнивать. То есть, этот ребенок вырос, да? По имени Аксесс. Он вырос. Он уже другой. Поэтому я называю это новое начало. Совершенно новое начало. Поэтому, значит, и мы должны быть готовы к соответствующим образом. Потому что компания это не называет мульти-невел маркетинг. Кстати, сегодня, значит, наш маркетинг-план, все наши, так сказать, разработки, они сегодня проходят последнее, последнее, последнее тестирование, последнее проверку адвокатами на предмет, чтобы все, так сказать, было готово для массового потребителя. И уже в ближайшее время вы увидите новый веб-сайт. Очень красивый. Вам всем понравится. То есть, совершенно новая будет первая страничка. Какая все будет там красивая, красивая, красивая. понятно, что все совершенствуется, все меняется. Я думаю, что еще через пару лет будет еще что-то другое. Наш маркетинг-план, он имеет четыре таких основных направления. Первое, это розничная продажа, второе, это онлайн-продажа, третье, это ревеню-шеринг, это, я скажу, что это такое, и annual-профит-шеринг. Что такое ревеню-шеринг? Ну, ритейл понятно, да, розничная, онлайн тоже понятно. Ревеню-шеринг, мы ежедневно, вот это нюанс, то, что я несколько минут назад сказал, что я скажу. Это нюанс, это очень важный момент, постарайтесь, то, что я сейчас скажу, постарайтесь понять. И принять, да, не только понять, но и принять. То есть, обычно как? Человек заходит в маркетинг, то, что он сделал, то он и получил. Представьте себе, что в нашей компании платят, ежедневно платят от прибыли компании, ежедневно. И представьте себе, пришел новый человек, что он сделал для компании? А ничего. Он еще ничего не сделал. Но как только он сегодня вошел в компанию, завтра он уже участвует в дириже прибыли. Сколько? А какая разница? он участвует тем количеством майпоинтов, которые он имеет, которых он купил себе. Да? И представьте себе, он еще ничего не сделал для компании, он участвует в дириже прибыли. И почувствуйте, в чем, так сказать, нюанс. Ежедневно прибыль создается. Почему? Потому что ежедневно кто-то продает. Представьте себе, одни люди продавали, продавали, а потом у них не получилось по разным причинам. Человек заболел, человек там не вышел на работу или просто устал, да? Просто ничего не хочет делать, да? Отдохнуть решил. Но в этот день кто-то все равно продал. Кто-то всегда продал. Представьте себе, когда там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, миллион, да? Там 50 миллионов. Представьте себе, кто-то всегда будет продавать. Это значит, что всегда будет прибыль. Я думаю, что идея замечательная. Сегодня один продал, а завтра тот, который продал сегодня, не продал, зато продал тот, кто не продал сегодня. В результате люди имеют возможность кушать каждый день, да? Ведь человек не продал ничего, а кушать ему хочется. Желудок его говорит, слушай, дай кусочек хлеба. вот почему схема, на мой взгляд, очень, очень хорошая, да? Очень хорошая. Это что касается ежедневных премий. Плюс у нас есть ежегодные премии. Почему? Потому что люди работают, люди получают по рангам различные деньги, повышаются по рангам, но очень много есть денег, которые запланированы к выплате, но не выплачены по разной причине. причем я вам скажу, что это называется маргинальный доход компании, и как правило в обычной компании это самый большой доход. Кто его получает обычно? Он остается компании, он остается руководству, да? А именно хозяину компании, если конкретно, одному человеку. Вот почему во многих мультилевелных компаниях самые большие деньги зарабатывают основатель компании. То есть причем ему остается все, да? Почему? Потому что невыплаченные деньги это огромные огромные суммы. Ну, скажем, вы в этом месяце хотели выполнить какой-то ранг и по какой-то причине не выполнили, да? А могли бы выполнить, то есть оно как бы запланировано, деньги предусмотрены для этого. Или, допустим, вы уже находитесь в этом ранге, но по каким-либо причинам, по каким-либо причинам вы не выполнили там различные требования, там квалификации и прочее, прочее. Все, что не выполнено, идет в остаток. Так вот, в нашей компании очень хорошо придумано. Придумано таким образом, что все, что остается опять возвращается назад, делится между участниками, кто что сделал. Причем 15% делится назад в сеть ежегодно от общей прибыли, которую зарабатывает вся компания. Я думаю, что вот это, я думаю, что может быть некоторые еще не прочувствовали, что я сказал. Причем в этом году, в этом году, если вы помните, что я сказал в начале, что за 2014 год, за первый квартал, который еще не закончился, который еще не закончился, выполнено столько уже сегодня, сколько выполнено за прошлый весь год, 2013 год. А 2013 год это был очень удачный год в компании Аксесс-маркетинг. Вы знаете, что поделена большая сумма денег, и кстати, в течение недели, на этой неделе Степер Френов сказал, что каждый увидит в своем офисе суммы, что он получит, за прошлый год. Поэтому чуть-чуть ниже опять будем говорить про вот этот annual profit sharing более подробно, почему? Потому что сроки истекают не для некоторых людей 31 марта, то есть осталась неделя. Неделя. У нас имеется маркетинг-план, я не буду сегодня о нем рассказывать, хотя человек может и сам о нем разобраться, достаточно посмотреть на цифры, тут и так все понятно, от 0 до 999 10 процентов, прекрасно, это персональный розничный план, а 1000 человек если продал до 5000, там идет уже 15 процентов и так далее, 20 и так далее, 25 процентов, да, причем есть ритейл-план как от продажи моих персональных, да, если я лично продал, но если я лично не продал, а кто-то из команды продал персонально, то я тоже при этом зарабатываю, да, то при этом зарабатываю, причем есть четкое разделение, 70 процентов идет на обязательные, 70 процентов идет на выплаты по маркетинг-плану, по текущему, 30 процентов идет на офисы, да, на обслуживание, на программистов и так далее, а 30 процентов на тех людей, которые строят, которые строят наш трафик, да, причем 35 процентов это обязательные выплаты, да, человек выполнил что-то, он обязательно получает за свою работу, а 35 процентов идет в премии, ежедневные премии, то, о чем я говорил 5 минут назад, вы видите, что розничные продажи могут и командные, да, то есть, я тоже зарабатываю, человек тоже зарабатывает, если в команде кто-то продает, то есть, справедливо, да, то есть, если вы с первого поколения вы имеете 10 процентов, с последующих поколений вы имеете по 3-2 процента, тоже хорошие деньги, да, хорошие деньги, почему хорошие деньги, потому что это реклама, многие люди не представляют себе этого, я говорю, что реклама, она лучше, чем что-либо, хотя, это такое вот заявление, и некоторыми, оно всегда как-то вот, скептически воспринимается, я говорю, вот ты подумай, да, вот мы недавно с одним человеком разговаривал, я говорю, что лучше, реклама или золото, он говорит, ну, как же золото лучше, я говорю, вот смотри, золото, цена на золото, четко фиксирована, все знают, сколько стоит золото, ты не сможешь продать золото дороже, чем оно стоит, ну, никогда, наоборот, сегодня золото упало в цене, да, если в прошлом году там унция стоила, по-моему, 1800 долларов, то сегодня она где-то, я знаю, был момент, когда она стоила уже 1400, не знаю, потому что это золото, а реклама, она на компьютере, ее однажды создали, просто так получилось, что она сегодня в нашей компании, да, есть, ее создали, ее можно, хостинг у нас в облаках, да, то есть он безразмерный, предела нет, сколько надо, столько вы получите рекламы, а мы ее продаем, поскольку, это наш продукт, ее и Google продает, почему Google сегодня не стали такие богатые, почему там Facebook такие богатые стали, все благодаря рекламе, потому что, они создали имя своей компании, а реклама, которая идет через их компанию, это чисто, чисто маркетинг, да, затраты какие-то, ну, все равно надо обслуживать эти компьютеры, да, чтобы вы не делали, то есть все одинаково, и когда человек, значит, когда я вот это вот понял, что реклама, это лучше, чем хлеб, потому что хлеб нужно, каждый раз ему нужно там, он черствеет, да, он не свежий, не хотят люди кушать, еще там что-нибудь, его нужно доставить, его нужно привезти, там, машина сломалась, или еще что-нибудь, реклама доставляется легко, не нужно никаких специальных таможен проходить, никаких границ, никакой доставки, она не тяжелая, что ее нужно, так сказать, забивать машинами, то есть она легко, когда вы это подумаете, да, как вот с ней работать, с рекламой, а ценность сидела, посмотрите, какая ценность сегодняшней нашей рекламы, в шейне с рекламой пять лет назад, да, даже взять уже сегодня, вот сегодня уже, люди не тратят ее так, как ее тратили пять лет назад, сегодня человек, который имеет много рекламы, он все равно экономно ее расходует, потому что он понимает, что, что это деньги будут его, да, с рекламой, которую он заработал, что это ему будущие деньги, что он ее будет продавать, что кредиты, это, это ценная штука, это ценная штука, и, себестоимость этого кредита, она только уменьшается, а не увеличивается, а себестоимость золота, только увеличивается, а не уменьшается, Потому что много-много разных препонов для того, чтобы сегодня это золото произвести. А его нужно еще достать, продать, завести, сохранить. Тут поменял пароль и все сохранно. А там надо какие-то сейфы и прочее. Поэтому заниматься золотом гораздо сложнее и неприятнее, чем заниматься рекламой. Это мой такой вывод. А отдача большая. Конечно, если правильно построить, и чем больше вы построите трафика, вы начинаете продвигаться по служебной лестнице. И продвигаясь по служебной лестнице, конечно, проценты за то же самое растут. То есть вы как бы делаете то же самое, только при этом вы зарабатываете гораздо больше. Вы знаете, даже интересно у меня было, что вот я с человеком поговорил, а он говорит, да, я что-то не буду заниматься. То есть мне неинтересно пока. Я говорю, ну ладно. А я при этом, значит, заработал столько денег. Ты сказал нет, а я при этом заработал столько-то денег. А он говорит, а как это такое может быть? Я говорю, ну вот так вот может быть. Потому что есть четкая статистика. Потому что я четко знаю, сколько человек, так сказать, с какими нужно поговорить, чтобы был какой-то результат. А когда такой результат, ты знаешь, какая-то сумма. Когда ты это делишь, уже сложившаяся статистика по годам, я точно знаю, сколько это уже стоит. Неважно. То есть главное рассказать человеку. Рассказать о той возможности. Причем рассказать и не ждать от него ничего взамен. То есть как он хочет. Хочет он, заходит. Хочет он, не заходит. Это его дело. Это его возможность. Я ему дал информацию. То есть если он меня правильно поймет, а сегодня я думаю, что, знаете, мне понравилось, как сегодня я в Ютубе смотрел, и там написано, что компании приходят и уходят, а Аксесс остается. Ну просто эта фраза очень понравилась. Ведь оно так, оно и есть, да? Сколько всего пришло и ушло. А Аксесс он был и будет, потому что план развития Аксесса, который сегодня есть, и столько людей, сколько сегодня задействовано, и та востребованность, которая сегодня нужна, то есть людям нужно это, да? Причем сложилась так ситуация, что Гуглу напрягаться не надо. Они свое дело сделали, да? Там Ютубу не нужно вот это все делать, то, что делает сегодня Аксесс. Фейсбуку не нужно. Они уже, так сказать, у них свое направление, им не нужно ничего нового придумать. А тут возникла компания Аксесс Маркетинг, у которой все это вместе, то, что есть во всех компаниях, в одном месте и дешевле, да? Помните, как в том фильме? Можно у вас то же самое, но дешевле. Да, есть у нас все то же самое, но дешевле. Это раз. Во-вторых, за то, что человек пользуется этим самым не просто дешевле, а совершенно бесплатно пользуется, он еще может зарабатывать. Такая совершенно новая концепция. И самое главное, то, что сегодня можно рекомендовать других людей. Рекомендовать. Можно построить огромный-огромный резидуальный доход на всем на этом. То есть я говорю, сколько ты хочешь отстегнуть от тех 15 триллионов реклам, которые будут потратены на рекламу. Сколько ты хотел бы от них себе. А нам-то ведь надо от этого чуть-чуть. Хотя Степ Фрэна, он ставит в своей программе, что мы будем первые в области рекламы. То есть не вторые, он говорит. Не вторые, а первые. Итак, переходим к важной теме. Это зарплата. И вот смотрите, я вам показываю, сколько же можно заработать в интернете. Вот представьте себе, вот казалось бы, сколько можно заработать в интернете. И вот вам ответ. Сегодня есть люди, которые у нас зарабатывают больше одного миллиона долларов в год. Реально. В интернете, на компьютере. То, что для меня когда-то было, ну просто, загадка. То есть когда мне сказали первый раз, что компания, ты в интернете можешь заработать денег, это было где-то лет 5-6 назад. Я, честно говоря, вам не поверил. Я говорю, как это можно на компьютере заработать деньги, когда деньги выдаются в кассе. Деньги, то есть мы привыкли к тому, что деньги должен кто-то дать. А как-то в интернете ты можешь заработать деньги. Но для меня было это совсем непонятно. Сегодня я смело могу сказать, что в интернете можно заработать не просто деньги, а очень большие деньги. И не просто это какое-то такое виртуальное понятие. Оно виртуальное может перейти в материальное, вполне ощутимое и осязаемое. И это интернет. Это совершенно новое. Для некоторых это просто, ну просто даже непонятно, о чем я вот сейчас вот говорю. Некоторые, может быть, даже улыбаются, слушая то, что я сейчас говорю, или ухмыляются. Что такое не может быть. А почему? Потому что они не представляют, что такое может быть. Ну как ребенок, который не умеет читать в один год. Он же не представляет, что он не знает, что он не умеет читать. Вы понимаете, он нормально, он спокоен. Хорошо себя чувствует, он счастлив. Но если бы ему рассказали, чего он не умеет, он был бы несчастлив. Но со временем он растет и начинает понимать, что да, он таки не знает чего-то. Он читать не умеет, писать не умеет. Он начинает это понимать. А вначале он же этого не понимает. То же самое здесь. Когда я сегодня говорю с трибуны, когда я сегодня говорю, что можно заработать миллион долларов, многие это на меня слушают, ну просто и даже никак не воспринимают эту информацию. Хотя я говорю вполне реальную вещь. И для многих людей это будет просто реальный факт. Да, реальный факт. И я знаю людей, которые заработали, причем не за десятки лет, да, за год поменяли свою жизнь. Когда вы меня спрашиваете, можно ли это сделать? Да. Если я спрашиваю, что я даю гарантии, что вы это сделаете? Я говорю, нет. Гарантий никаких. Гарантий только ваше личное желание и участие. Никто ни за кого ничего не может гарантировать. Вы понимаете это, да? Это возможность. Но человек, который воспринимает ее как реальную возможность, это факт, если он поверит в это, тогда он это получит. Некоторые говорят, я хочу сначала увидеть, что я получу миллион, и тогда я в это поверю. Я говорю, никогда это с тобой не произойдет, потому что сначала нужно поверить, а потом увидеть. Причем поверить по-настоящему, по-взрослому, да? По-взрослому поверить. И вот тут проблема. Вот тут проблема, чтобы человек поверил. Вот как только он поверит, потому что он сам себя жабануть не может. Как только человек начинает верить по-настоящему, по-настоящему это, оно уже у него внутри, нет сомнений в него. Как только у него сомнений не будет, что он это умеет и знает, как это сделать, Я вам гарантирую Вот здесь я могу гарантировать Что вы это получите Но самое сложное это поверить Для того чтобы поверить Мы все это делаем Мы разговариваем, мы учим Причем вам скажу интересный момент Интересный момент Который я рекомендую каждому человеку Для того чтобы вам поверить Нужно самим начинать рассказывать Вот тут интересный такой момент То есть вы начинаете человека учить Начинаете ему рассказывать И в этот момент вы начнете понимать сами Знаете как есть это Не зря вот это говорится Вот столько раз объяснил ему Столько раз ему объяснил Что сам уже в конце концов понял А он еще не понял И это ключик Ключик казалось бы Хотя это понятно как оно работает Схема понятная Я вам сейчас расскажу эту схему То есть нужно просто это делать Нужно просто рассказывать И как можно большему числу людей И каким вот образом работать Я вам объясню То есть вы как бы делаете предположение Просто предположение Когда вы начинаете рассказывать Вы начинаете больше понимать Вы начинаете все это запоминать И ваше предположение Предположение Оно постепенно начинает меняться И переходить в утверждение О таки да Оно таки получается Как только у вас начнутся первые результаты Вы увидите И вы увидите что оно работает И вы точно То есть вы сначала предполагаете Может быть это работает Пусть и сомневаетесь даже Но ваше предположение Постепенно перейдет в утверждение О таки это работает Как только вы утверждаете Что оно работает Сами себе Да У вас в голове начинается новый этап Наступает новая реальность Новая реальность Да И тогда вы понимаете Что это И оно действительно начинает работать Оно приводит к реальности То есть вот это вот предположение Оно меняет ваше поведение Фактически да То есть вы начинаете Думать по другому Вот это изменение ваше поведение Да Оно приводит к новому утверждению Что да оно таки работает И как только вы соглашаетесь Что да оно таки работает Наступает новая реальность И вы превращаетесь в нового человека Нового человека Это уже не тот человек Который был раньше А новый человек У него уже новое все И новый доход И то во что вы поверите То К какому утверждению вы придете Такая жизнь у вас и наступит Причем эта схема Она работает для всего в нашей жизни По другому не бывает То есть сначала сомнение Мы все воспринимаем сомнением Это нормально Сомневаться это нормально Неверующий Фома это нормально На мой взгляд это нормально Но он не верит Он хочет проверить Это нормально То есть сначала он сомневается Но предполагает А вдруг что-то в этом есть Да А вдруг что-то в этом есть Он начинает это делать Он начинает это рассказывать Меняется его поведение Потому что он видит что Он начинает выучивать материал Он начинает в нем разбираться О таки тут что-то есть Причем, когда он это объясняет другому, он сам начинает это понимать. То есть, меняется его поведение, как только меняется его поведение, он приходит к новому утверждению. О, точно работает. О, получил доход, получил первые какие-то деньги. Как только утверждение пришло, начинает меняться его реальность. Если вы поняли то, что я сейчас сказал, хотя я сам уже понял, да? Я сам понял то, о чем я сказал. И так она работает, эта схема. Причем в любом деле, в любом. Чтобы это касается любого направления. И здоровья в том числе, кстати. А что, если я не больной, да? Сделать предположение. Потому что наши мысли создают наши и болезни, и отношения, и все на свете. И вот смотрите, вот для этих людей реальность. Знаете, когда-то, я просто расскажу историю. За год до того, как они получили эти ключи от машины, за год. Вот эти ребята, они подошли ко мне. Мы были на конференции. И они у меня спросили, что действительно можно заработать такие деньги. Большие. Действительно ли? Да? То есть они сделали предположение. А я так убедительно им это сказал, что да. Убедительно, да? Я как раз тогда выступил. И что вы думаете? Через год я этих людей вижу Black Diamond 3. Знаете, сколько Black Diamond 3 по нашей позиции? Если не знаете, посмотрите. Это больше, чем миллион долларов в год. И плюс им еще по голове Мерседесом. Подарок к концу года. Что желаю каждому к концу года этого. То же самое получить. Есть ли возможность такая? Абсолютно есть. Сегодня, когда начнется, вот в апреле начнется вот это вот все. Но я думаю, что есть в этом. Для многих есть возможность, если они в это поверят. Проблема в том, что вот в сомнении люди, в сомнении, причем в любом деле, в любом деле, человек сомневается. Поэтому выберите себе столько, сколько вы, так сказать, заслуживаете по вашему мнению. Сколько вы заслуживаете, не знаю, 10 долларов в день, 50 в день. Потому что зарпад у нас по дням. Ежедневно платят. Последние 5 лет платят практически ежедневно. Практически ежедневно. Либо тысячу в день. Плюс в компании есть, кто любит участвовать в различных программах по пожертвованиям, по различным добрым делам делать. Пожалуйста. У нас есть компания Love Foundation. Раньше можно делать пожертвованиям. Самое главное, что я сегодня хотел сказать, если мы вернемся немножко назад, помните, я говорил про equity sharing plan. Четвертый план, это equity sharing plan. Или же по-русски клуб учредителей. Так оно лучше понимается. В 2013 году, вот сейчас поделено, да, уже как бы мы на следующей неделе увидим, надеюсь, увидим в офисе, поделено 5 миллионов между участниками. Участников было много, между которыми делят деньги, кто получил право. То есть эти деньги в конце года делятся не всем, ну понятно, да, а тем, кто их заслужил, согласно условиям, которые даются в начале года. Условия на этот год, на 2004 год, они сложнее, чем в 2013 году, я сразу хочу сказать. То есть все, что человек будет получать, это, так сказать, он получает. А вот по результатам работы за год, премии, да, премии отдельно, ее получают не все, а те, кто квалифицирован в эту премию. Так вот, что нужно для того, чтобы быть квалифицированным на 2014 год? Хотя вы видите, что рост по сравнению с 2012 годом, в 2013, очень большой. А представьте себе, мы в этом году, уже в 2014 году, сделали то же самое, что за весь 2013 год. Третий раз, не зря это повторяем, потому что эта цифра очень большая. Это очень большая цифра. За квартал делать годовое выполнение прошлого года, хотя прошлый год был хороший год. Вы понимаете, что это серьезно. Итак, 2014 год. Значит, здесь есть много разных категорий, я быстренько о них скажу, хотя, если кто зайдет на мои прошлые занятия, то там вы все увидите. Там подробное, подробное излагается на Вимео и на Ютьюбах. Вы можете найти, и у спонсора спросите, если кто-то не найдет. Вы можете найти подробное объяснение по клубу учредителей. Но я сейчас вкратце скажу. Скажу почему, потому что важно. Осталось 7 дней для целой категории людей. Итак, первая категория людей, это те люди, которые вошли в компанию до 31 декабря 2013 года. Как бы старенькие, да, я их называю. Так вот, для этих людей, для всех этих людей, 31 марта 2014 года, последний день. Квалификации на клуб учредителей 2014 года. Последний день. Что же нужно сделать для всех этих людей, у кого раньше был куплен пакет, раньше, до туго, да, помните, до туго, 2000 долларов пакет, который был куплен. Значит, им нужно до 31 марта, начиная с 1 октября, учитываются, с 1 октября 2013 года, учитываются все покупки. До 31 марта 2014 года надо выполнить 5000 долларов объем новый. Неважно, каким образом. То ли лично купить, то ли под собой, то ли кто-то другой купит. Не имеет значения вам выполнить лично, либо от собой 5000 объема. Почему лично лучше, чем под собой? Потому что, если вы лично выполните, то эти 5000 пойдут в счет для начислений, PSV. Вы помните, все, что мы покупаем, идет на PSV. А если это под вами купят, то это придет ему. Но вы получите квалификацию все равно. То есть, когда вам будут начисляться деньги, они будут начисляться без учета этих 5000. Будут только от того, что вы лично купили. Поэтому, есть смысл, у кого есть возможность, лично купить, да. Это старенькие, да. Это хорошие условия. Потому что, чем позже люди заходят, тем условия хуже. Ну, это справедливо, да. Чем раньше, немножко лучше. Кто с 1 января вошел до 31 марта, тому нужно 2000 и плюс 5000. На первом уровне. То есть, лично 2000. Набрать объем покупок в любой комбинации. И под собой 5000. А вот кто войдет с 1 апреля по 30 июня, тому те же 2000, но плюс 10 тысяч. Понимаете? То есть, ну 5000 дороже. То есть, кто в первом квартале войдет, 2 плюс 5000. Кто во втором квартале, 2 плюс 10 тысяч. Кто в третьем квартале, 2 плюс 15 тысяч. И кто в четвертом квартале, 2 плюс 20 тысяч. Причем для всех еще условия надо иметь активный пакет консультанта, да. IP, чтобы было квалификацию. Ну, это то, что мы все время делаем. 25 реклам в день в кликать, да. И каждый месяц поддерживать квалификацию такую. Ну, это все делают. Квалификационные требования выполняют все. И так, и так. Да, потому что они хотят получать за деньги. Итак, я напоминаю. Напоминаю, первая фаза 5000. 2000 плюс 5000, да. Вторая фаза 2 плюс 10, третья 2 плюс 15, четвертая 2 плюс 20. Ну, лучше, конечно, заплатить 2 плюс 5, чем 2 плюс 20. Хотя, наверное, 2 плюс 20 тоже будет выгодно, потому что... Почему? А потому что... Потому что, во-первых, деньги не из вашего кармана, то есть, а премия, да. То есть, премия дополнительная, это просто. И так выгодно купить, да, для других программ. Ну, купив вовремя, да, вы еще получаете возможность получить участие в этом клубе. Абсолютно бесплатно, да, эти деньги из кармана, да. Просто как найденные. И они могут приносить потом серьезный доход. Вот тут ответ на вопрос людям, которые спрашивают, как сделать финансовую свободу, да, стабильность на многие годы. И иметь вот эти вот шеринг-программу. Быть в клубе учредителей. И если наша компания войдет, она, вы знаете, она выходит на паблик, то эти деньги могут нам давать доход много-много лет. Никто не знает. Никто не знает. Да? А если это так произойдет, можете себе представить, и человек потом будет, говорит, что я тогда не купил два пакета, или три не купил, почему не положил другие деньги. Вот я имел такую возможность, не сделал. Ну, и, конечно, что, я думаю, что это сегодня главное направление, потому что, напоминаю, особенно для стареньких, 31 числа это последний день. Они не смогут купить ни в первом, ни в втором квартале потом больше добавить. Не сумеют. Поэтому я обязан сегодня был сказать об этом. И, собственно говоря, это главное, ради чего сегодня я хотел сказать, потому что это, в общем-то, самая главная новость, которая нас ожидает. И, конечно же, я напомню, подведя итоги, что мы ожидаем ввод наших продуктов, новых продуктов. Новых. Я называю новое начало. Новое начало. Новое начало начинается в апреле. Хотелось бы, чтобы мы начали ее, кто не слышал меня в начале, хотелось бы, чтобы мы начали это все с московской конференции. Так, собственно говоря, и планировалось. Новое начало в Москве. И я готовлю очень серьезную информацию для этого. Но, к сожалению, по политическим причинам, да, по политическим причинам, то есть, независимым от компании, сроки немножко переносятся. То есть, конференция не отменяется. Стефан сказал, что мы не отменяем русскую конференцию, мы просто перенесем сроки на чуть-чуть позже. На какое число? Вот, когда немножко развеется туман, в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, вы знаете, что мы с ними завязаны, вот, и, а я уверен, что это все, так сказать, временные какие-то там, туман, да, туманность, когда они развеются, ну, будет назначено число. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, в ближайшие, может быть, месяцы, я не знаю, может, быстрее. Видите, как все течет быстро, все нежданно-негаданно, да, вдруг ни с того, ни с сего, значит, образовались потехи, да, политические, но я думаю, что оно уйдет, потому что для бизнеса политики нету и существует. Нет для нас, нам все равно, нам все равно, нам все люди, мы любим всех, да, всех людей на всей планете, я вообще считаю, что все люди одинаковые, абсолютно одинаковые. Все остальное, полная глупость, да, полная глупость, и кому-то просто выгодно, и это просто хороший бизнес, да, для кого-то. На самом деле, люди абсолютно одинаковые, да, одинаковые. Нету, если посмотреть, человека, такой же нос, такие же ноги, все то же самое, ничего не поменялось. Я вот был в Мексике, и я видел строение, которым 25 тысяч лет построены людьми, 25 тысяч лет. и я слушал, какое было поведение людей, да, как они жили, то есть ничего не поменялось, все поменялось, да, в мире, все, люди там на Луну хотят лететь, на Марс там, и так далее, но поведение человека, его переживания, да, все осталось то же самое. Как переживали, так и переживают, как любили, так и любят, или не любят, или ненавидят, все то же самое, то есть чувства те же. о чем это говорит? Это говорит, что люди те же, все то же самое. Поэтому, все это временно, да, все это приходящее, уходящее, политики делают бизнес, для денег нужно, чтобы была тишина. Я на сегодняшний день заканчиваю свое выступление, я надеюсь, что перенос конференции никак не отразится на наших результатах, мы и так работали, да, без конференций, вот, наоборот, конференция придет, как неожиданный сюрприз, и только как будет работать, как усилитель, да, как усилитель. Поэтому сегодня просто работаем в нормальном режиме, спокойно работаем, и я думаю, что все будет в порядке. Я посмотрю, тут возникли некоторые вопросы, я посмотрю только сейчас, какие вопросы, если есть интересные вопросы, ну, вопрос, лицо ведущего не видно, ну, если вы так очень хотите посмотреть лицо, то будем показывать лицо. на экране шесть уровней basic, ну, в общем-то, нету таких вопросов, нет вопросов, надо сделать, надо сделать, чтобы для стареньком, в клубе учредителей, то есть советы, как сделать, но это уже, к сожалению, никто ничего менять не будет, да, то есть советы по тому, как сделать, уже осталась неделя, ничего не поменяется, компания назнать, она делится с нами, делится с нами, это уникальная возможность, у нас с нами делится, и они сами поставили условия. Поэтому, поскольку нет больше вопросов, никаких, я вам всем желаю хорошей недели, на следующей неделе, я думаю, нас ждут хорошие новости, новые, да, новые хорошие новости, начинаем работать в нормальном режиме, и всех вам благ, хорошей недели, хорошего настроения, и удачного, удачного попадания в клуб учредителей. Всем спасибо, до свидания, пока. Субтитры создавал DimaTorzok